добрый день коллеги мы начинаем что мы сегодня будем делать зачем мы собрались и какую цель мы преследуем текущим вебинаром вебинар мы посвятим тому как нужно думать чего нужно хотеть и чего не нужно хотеть в процессе проекта по автоматизации ну такое может быть название очень общее вот но что происходит в настоящий момент всегда есть двух сторон проект это всегда двухстороннее движение и движение подрядчика и движение и заказчика на то есть нет такого что кому-то одному надо больше чем другому это всегда какая-то взаимная какая-то взаимовыгода должна быть в этом по всем чтобы этой взаимовыгодой вот этого понятия вин вин вот чтобы его достичь нужно определенным образом иметь синхронное мышление да мышь мыслить об одном и том же одинаково вот и понимать процессы которые происходят в процессе самого проекта чуть-чуть тавтология процесс в процессе проекта но тем не менее вот это это так и для того чтобы мы вот именно синхронизировали нашу наше понимание да и наше видение вот того что происходит в процессе выполнения проекта причем проект выполняется проект выполняется я уже сказал не только подрядчиком проект выполняется самим заказчиком а А подрядчик является просто помощником, то есть руками и ногами самого заказчика. Поэтому тут очень важно, чтобы все было, чтобы все было, как бы видение было одинаковое и видение устраивало каждую из сторон. Вот, теперь, что еще нам важно? Я чуть-чуть иногда буду так в сторону смотреть, потому что у меня второй монитор просто, да, и вот я на втором мониторе смотрю за картинкой, да, которая, как я выгляжу, условно говоря. Вот, и что у нас еще интересного мы рассмотрим? То есть, что интересное мы хочу еще сказать. Вот этим вебинаром мы, по сути, начинаем, хотим начать такую некую серию вебинаров, в процессе которой мы рассмотрим именно, вот сегодня мы такая обводная будет часть, да, а вот следующий вебинар, который будет, кстати, 22 числа, вот записывайтесь, кто не успел, вот, там будем мы рассматривать уже более такие, в психологию чуть-чуть копнемся. Я не психолог, но так как уже достаточно давно, уже сколько лет, уже без малого 20 лет занимаюсь именно проектной деятельностью плотно, вот, ну, накопился определенный опыт, определенное видение того, как, вот, что происходит, какие психологические ситуации происходят во время проекта, что нужно учитывать, вот, командам, чтобы двигаться вперед, потому что тут, конечно же, всегда есть такой способ административного управления такой, да, что, вот, я начальник, ты дурак, да, вот, делай, что тебе сказали, так тоже работает, но, как практика показывает, это работает не всегда, вот, и более того, другая практика показывает, что как только проект заканчивается, все, что делали во время проекта, оно перестает работать, вот, ну, потому что людям, кто участвовал в проекте, это они не были мотивированы, не было интересно. Итак, приступаем к самой, к самой содержательной части, вот, это было такое вступление лирическое, вот, я сейчас буду у вас вот здесь вот, вот так вот, что, что мы, значит, начинаем, начинаем вот с чего, во-первых, что мы будем сегодня обсуждать, как нужно думать в процессе проекта, да, то есть, вот, очень важно, очень важно, чтобы было синхронное видение, синхронное понимание, там, да, и что, вот, мы как раз вот этими будем синхронизироваться сегодня, там, все, да, вот, как, потом дальше, чего нужно хотеть в процессе проекта, или перед, даже, ну, перед проектом и в процессе проекта, понятное дело, да, и чего не нужно хотеть, да, то есть, вернее, как, так сказать, Почему я не говорю, что нельзя хотеть? Потому что желания у человека есть, их не может не быть. Но есть просто желания, которые двигают результат вперед. Есть желания, которые результат не двигают никак в лучшем случае, а в худшем случае его тормозят и тянут назад. Поэтому вот эти вещи мы тоже сегодня посмотрим. Как нужно думать в процессе выполнения проекта? Во-первых, самое важное, что нужно понимать, это у каждого участника, особенно у руководителей проектов, особенно даже не у руководителей проектов, а у заказчиков проектов. Это, как правило, собственники выступают или топ-менеджмент компании. У них должно быть отчетливое понимание того, что они хотят. Причем они должны понимать не только какую-то конкретную задачу, которую они решают, а как решение этой задачи поможет всему остальному бизнесу двигаться в сторону светлого будущего. То есть, когда проект начинается, очень часто бывает, что люди хотят начать с чего-то, а потом продолжить. Поэтому если вот такая завязка, то обязательно нужно в проекте делать какие-то так называемые закладные, чтобы потом, когда мы продолжим автоматизацию, чтобы можно было просто подключить нужные элементы в нужные места. Поэтому вот эти вещи тоже надо учитывать. Это называется учитывать архитектуру самого решения. То есть, уже знать, что то, что мы сейчас делаем, это является частью чего-то большего. Вот. Дальше, что нужно понимать, что если мы автоматизируем какой-то участок, один участок, то на другие процессы это тоже повлияет. Вот. И, например, мы автоматизируя что-то, можем забыть автоматизировать смежную какую-то линию, смежный поток информационный или поток, бизнес поток. И это станет узким местом, и наша автоматизация будет сведена к нулю. Что я имею в виду? Например, делаем мы электронный архив. Вот. Электронный архив – это сейчас такая модная тема. Вот. Поэтому мы про это поговорим. Ну, я хочу просто как пример привести. Вот. И когда мы делаем электронный архив, да, у нас есть электронный архив. Там есть система размещения документов, привязки документов к хозяйственным операциям. Все работает. Но, например, у вас нет поточного сканера. И вы вот эти скан-образы документов размещаете не через поточный сканер, когда просто стопку документов положил, они отсканировались. И все. И дальше уже система работает сама. То есть, там к поточному сканеру надо еще систему распознавания какую-то. Ну, хоть какую-нибудь, да, систему распознавания. Ну, вот. Если у вас останется ручное вот это сканирование каждого документа в отдельности, то тут получается какая ситуация? Что вот это место, где человек стоит какой-то вручную, что-то сканирует, это как раз станет узким местом вашего электронного архива. То есть, когда идет текущая работа, например, там какой-то, ну, месяц просто идет, обычный месяц рабочий, да, эту там ситуацию, может быть, как-то этот человек будет справляться быстро это делать. Но в процессе, когда идет закрытие периодов, там, да, какие-то авральные вот эти работы, которые сейчас навалом у всех, да, вот, вот это все, когда вот это происходит, у человека, ну, там реально у вас электронный архив не будет работать, да, потому что он, вернее, он работать-то будет, но его обеспечивать информацией будет, ну, будете задерживать, задерживать обработку информации. И у человека там скопится огромная пачка документов, и когда он их будет сканировать, непонятно. Вот, то есть, вот это как, как вот автоматизация одно влияет на другое. Вот, дальше, что мы говорим, ну, то, что я раньше уже сказал, именно долгосрочная перспектива, то есть, что мы говорим, причем нужно рассуждать не только терминами, что мы вот сейчас вот этот участок автоматизируем, потом другой, третий, четвертый. А, например, если у вас филиальная структура есть, то, соответственно, каждый филиал вы тоже должны будете подключать к проекту, да, в конце концов. А еще лучше, если у вас будет расширение бизнеса, вы будете покупать какие-то дополнительные, расширяться будете, да, или открывать новые, или покупать новые какие-то, новые активы. Вам их тоже каким-то образом надо подключать, поэтому вот это, именно как вы будете масштабировать вот это все, да, то есть, то есть, вот это вот должно быть вот так, делай раз, делай два, делай три, да, то есть, что пришли в новую компанию, поставили сервера, поставили оборудование, научили людей, развернули программное обеспечение, включили, все заработало, то есть, должно быть вот так. Вот это вот называется нормально, нормально продуманное масштабирование. Теперь, следующее, еще одна ступенька в мышлении, да, то есть, как нужно думать, да, нужно, конечно же, учитывать потребности пользователей, которые будут работать в системе. То есть, то, что пользователь, то есть, у пользователя не должно быть каких-то скрытых знаний для того, чтобы, вернее, так, в системе, у системы не должно быть каких-то скрытых возможностей или неявных возможностей, которые пользователю будут неочевидны, да, то есть, например, там, то есть, так называемый неинтуитивный интерфейс. Когда человеку, чтобы что-то сделать, надо как-то сложно зайти через какую-то систему меню под меню и совершить действия. Такие действия неудобные, вот я называю их неудобные действия пользовательские, они возможны, они возможны, и их на каких-то этапах нужно делать. Например, когда вот вы работаете с какой-то большой системой, у вас большой коллектив вот этих вот обычных работников, да, например, в магазине вот вы есть. Вы сталкиваетесь, кстати, с этим в магазинах каждый раз, когда вы приходите на кассу, пробиваете товар, вам продавец пикнул не тот товар, и он не может его обратно, ну, кассир, вернее, он не может его обратно распикать. Чтобы его распикать, он вызывает администратора, администратор приходит со своей штучкой, ему магнитным ключом делает разблокировку возможности распикать, и товар пикается обратно, и у вас из чека он исчезает. То есть, вот это как бы неудобняк, он сделан специально, чтобы, во-первых, ну, человек, когда кассир работает, чтобы он как бы лучше думал о том, чтобы он не ошибался, вот, а чтобы внимательно относился к своим обязанностям, то есть, ну, это как бы одна из составляющих. Вот, и что еще, то есть, вот, понятно, да, что вот эти конечные пользователи, они должны, вот, как бы быть, они должны понимать, что если они ошибутся, им как-то придется, ну, немножко будет больно, вот. Вот, и, но с другой стороны, они должны понимать, что если они все будут делать правильно, то программа, вот, программа, система, которую вы делаете, да, она, она это поддержит, то есть, она ему подскажет, она вот ему подсунет то, что нужно, то есть, вот эти вещи нужно продумать. Вот, например, если человеку предстоит приемка товара, ну, сделайте кнопку приемка товара у кладовщика, вот, не надо, чтобы у него там был миллион, миллион каких-то вот менюшек там, да, или если там списание товара, ну, сделайте кнопку списания товара, нажал кнопку списания товара, и у него там высветились все документы, которые там, цепочка документов построилась, которые нужно, по которым нужно списывать товар. То есть, вот эти вещи нужно делать именно максимально удобными вот такими интерфейсами. И там понятное дело, что подрядчик вам предложит, мы вам предложим, какие нужны более удобные решения. Но, с другой стороны, всегда приветствуется какой-то позитивный опыт и лучшие практики со стороны самого заказчика, потому что у заказчика в процессе работы тоже выстроились определенные алгоритмы, и, возможно, что-то будет подсказано подрядчикам. То есть, мы что-то вам подскажем, и будет суперски все работать. Вот, теперь дальше у нас еще какая есть фишка, с которой мы сталкиваемся постоянно, и вы с ней столкнетесь, и сталкивались наверняка, кто занимался проектами, что очень неплохо, если мы самих пользователей, которые будут прямо в системе работать, если мы их прямо привлекаем к процессу самого анализа и разработки технического решения. То есть, ну, какое там имеется в виду, что я имею в виду? Например, мы у людей просто спрашиваем, ну, ты вот приходишь на рабочее место, ты включаешь компьютер, и вот программа тебе, ты ее, ну, когда вот мы тебе ее включим, ты бы, вот с чего ты начинаешь рабочий день? Расскажи нам, как ты это обычно делаешь. Вот, и человек вам рассказывает, вот, и говорит, ну, мне было бы удобно, например, ну, какие-то вот вещи иметь там, да, на экране видеть сразу в первую очередь. Там, например, вот, если брать автоматизацию автопарка, например, там, да, механик на выпуске, который сидит, ему не нужно какую-то суперсистему, вот, ему, вернее, система нужна, ему окно в систему нужно, но ему там нужно очень простое действие делать. Вот, ему нужно с путевого листа номер путевого листа забить, которому водила показал, увидеть, что у него на экране вся информация про эту машину, увидеть, что у него какие там, сколько топлива заправлено, сколько, ну, какая там, что технически готов, там, что медик поставил отметку, что он готов к выпуску, и нажать кнопку, что я выпускаю, поставить роспись на путевом листе, что я выпуск разрешил. Вот, то есть, вот этому выпускающему механику ему и не надо много, ему нужно просто окошко, в которое он будет забивать номер путевого листа или просто сканер ручной, где он по штрих-коду, например, пикает этого путевого листа, и ему вот эта вся информация выходит. То есть, вот вариант автоматизации, возможно, такие. То есть, и с одной стороны, мы человеку, мы человеку, человек, он выполняет свою работу, мы видим следы его работы в системе, вот, то есть, мы ему помогли, улучшили его опыт, да, то есть, он работает с компьютером, вот, может быть, раньше он никогда его в глаза не видел, а тут он работает с компьютером, он там, он, 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 он то же самое берет также путевой лист, также на нем расписывается, но он не просто расписывается формально, а он уже понимает, что у него какие-то есть вещи, на которые он посмотрел, то есть, вот, и опираясь на которые он поставил роспись. Вот, вот в чем, вот в чем суть, что мы людей включаем в процесс, вот, именно разработки самого решения, вот, да, ну, и когда приемку делаем, понятное дело, что мы этому человеку говорим, ну-ка, посмотри, вот так вот, если оно будет работать, тебе нормально, вот, то есть, вот, это тоже, это тоже надо учитывать. Теперь дальше у нас еще какая фишка есть? У нас есть, мы должны ориентировать, когда мы работаем, когда мы работаем по проекту, то у нас есть всегда соблазн слушать, слушать, как бы, ну, как бы мнение людей, да, мнение людей слушать, там, и подрядчика, и своих, и внутренних пользователей, или там внутренних сотрудников, да, то есть, внутренних, внешних, вот это все, и как очень часто происходит ситуация, с которой я сталкиваюсь, что кто-то что-то говорит, да, кто-то даже, может быть, делает предположение, вот, и это предположение, оно развивается в какую-то вот теорию, вот, и люди думают, что вот это предположение, оно действительно там как-то ломает систему, там, ну, что-то я, к примеру, например, что я могу сказать, человек, человек, например, включил, у него компьютер включен, он нажимает, он нажимает кнопку, там, не кнопку, он загружает, загружает 1С, ему 1С загружается, но как-то работает не так. И он говорит, а, он уже сразу начинает звонить всем, говорит, у меня система не работает, ничего не работает, вот, и как только люди, как только людям, например, ну, кто-то там, руководитель проекта со стороны заказчика или со стороны исполнителя получает эту устную информацию, там начинается сразу, сразу начинается беготня, там, начинают там с серверами разбираться, начинают смотреть систему, как она, как она работает, видят, что все работает, а у пользователя не работает. А что произошло? А у пользователя просто кэш на компьютере надо почистить, вот, ему просто кэш надо почистить, то есть, либо там перезагрузить компьютер, либо просто, если у него там на сервере, то там, там кэш очистить, и все нормально начинает работать. То есть, вот эти вещи, то есть, тут, ну, как бы это не совсем к данным это относится. Либо, например, другая ситуация, какие данные еще можно, про какие данные можно говорить. Есть такие субъективные мнения, мы нажимаем, какие-то делаем операции, связанные там, ну, большие там ресурсоемкие операции, нажали кнопку, например, провести или записать, вот, и у нас как бы система задумалась там, да, ну, там какая-то задержка, связанная с тем, что там идут какие-то проверки внутренние, там, да, проведение документов и прочее. Операции технические. Ну, и они идут, например, там, каких-нибудь там 5-10 секунд. Ну, 5-10 секунд, это достаточно долго там, да, ну, как бы не как долго, это как бы, ну, 5 секунд, да, вот представьте, 5 секунд в неподвижности просидеть. Конечно же, кажется, что система как бы повисла все. И начинается, начинается, что вот, система работает медленно, там, все работает не так, и руководитель проекта со стороны заказчика, он, ему как бы клюют мозги, что у тебя, что ты делаешь у тебя тут систему, ты делаешь систему, который медленно работает, и всем клюют мозги. В итоге начинаем разбираться, смотрим сеанс пользователя, а у него там нету задержек больше, чем 5 секунд. А мы говорим, ну, подождите, ну, 5 секунд, это как бы, ну, да, это, конечно, не совсем быстро. Но вот посмотри, там, ну, ну, к примеру, есть, у нас есть объективные показатели, что мы при проведении какой-то накладной делаем много проверок, например, там, ну, 5-6 проверок делаем, какие-то запросы какие-нибудь, куда-нибудь там в базу знаний, может, предприятие, или там запросы какие-то вообще смежные системы. То есть, вот на эти же запросы на все требуется время, и получается, система, она, она вот эти, вот эти запросы пока выполняет, вот происходит задержка, и пользователь ждет. Вот, поэтому тут надо именно на какие данные опираться? Именно опираться на объективные показатели, да, что если у нас есть 6 запросов, и у нас 5 секунд задержки, ну, и еще там время на проведение, и внутренние проверки 1С, ну, как бы нормально, да, то есть, 5-6 секунд нормально, 30 секунд, да, многовато, 20 секунд тоже, наверное, многовато, но тоже надо смотреть, это все надо, вот это все надо учитывать, поэтому текущие процессы, которые мы автоматизируем, да, их надо постоянно анализировать, и определять вот именно те узкие места, вот из-за которых идет задержка обработки какой-то информации там, да, или задержка вообще работы какой-то, вот, например, как я сказал, что узкое место в начале, то, что когда электронный архив, да, человек сканирует, он вручную сканирует у него, и вот это узкое место, объективно узкое место, мы хотим посмотреть уже скан образ документа, быстренько в 1С открыть, вот, а нам система показывает пустой лист, вот, пустой лист, это обозначает, что, ну, там ничего не отсканировалось, скан образа нет, и начинается мысль, а эта система косячит там, да, что-то с системой не то, или это что-то у нас, или мы все-таки не успели отсканировать, и когда вот это ручное сканирование, там вообще тяжело что-либо понять, потому что у человека лежат стопки документов, мы к нему приходим, говорю, ну, ты отсканировал этот документ, он говорит, да черт его знает, он лежит пачка, давай, давайте искать, сканировал я его или нет, То есть вот это работает так. И понятное дело, что для того, чтобы вот именно нормально подходить к процессу автоматизации, нужно постоянно анализировать данные. То есть особенно в процессе выполнения проекта, особенно в процессе, когда уже запущена опытно-промышленная эксплуатация, вот там всегда возникает самое большое количество вопросов. Потому что именно когда идет проектирование системы, ее внедрение, запуск, вот эти все постепенные какие-то операции по проекту, там не всегда есть понимание, что что-то работает не так. Потому что там работает, там какие-то тестовые примеры запустили, они прошли. А когда идет массовая работа, вот там и возникает основное количество сбоев, основное количество проблем. Оно всплывает как раз от все, что недодумали, все, что придумали неправильно, или там все, что придумали не совсем так, как надо, оно сразу становится очевидно. Поэтому вот эти данные надо собирать, эти данные надо анализировать, и именно прямо анализировать, когда я говорю анализировать, это значит анализировать. То есть когда мы смотрим, что у нас приходит какой-то постоянный отклик, что что-то плохое происходит в системе, не то, что плохое, медленно что-то, или там работает не так. Вот надо прямо детально проанализировать, а не так оно в каком месте возникает. и у кого, потому что бывает, что например, у всех нормально работает, у одного пользователя работает не так и не факт, что у него кэш забит, у него может быть просто компьютер тупо очень старый и ему может быть компьютер надо поменять, ну сколько там это стоит поменять компьютер, но это надо поменять и не факт, что это будет совсем дорого стоить, может быть ему просто какой-нибудь там купить на Авито компьютер, который бэушный и поставить он будет свежее и мощнее, чем тот который у него стоит, то есть это тоже история работает Поэтому тут вот анализом данных надо постоянно заниматься. Что еще нужно? Нужно иметь, когда мы делаем проект, мы должны понимать, что то, что мы делаем, оно не отлито в железобетоне. Это все должно быть так, как мы, ну как называется, хотя есть некие там типовые решения, типовые проекты, но все равно какие-то нюансы, которые работают, которые возникли в конкретном бизнесе, в конкретной ситуации, они есть. И поэтому какие-то вещи, о которых мы думали вначале, на старте, что это будет работать одним образом, по факту работает по-другому. Например, тот же самый, например, вот если с автопарком приводить пример, например, там заправка. Думали, что там на заправке все будет нормально работать, там система будет работать. Система работает, но только выясняется в процессе работы, что заправщик, оказывается, работает там как-то странно. То есть ему говорят заливать там один вид топлива в машины, а он заливает солярку, двух видов солярка. Вот у меня в моей практике было такое. Одна солярка, ну купили, она неудачная какая-то тепловозная солярка, насколько я помню. И другая нормальная солярка, с ней нормально машины работают, но вот эта тепловозная солярка, в ней больше серы. Вот, и когда она сгорает, там как бы машина работает, ну как бы мягче двигатель работает. И вот его водители говорят, ну ты нам залей вот этой солярки, а вот этой вот еще добавь там вот этой вот тепловозной, чтобы вот мотор мягче работает. И мотор мягче работает, а потом через какое-то время там эти форсунки чистить надо, потому что нагар от этой серы образуется. То есть, вот эти вещи, понимаете, и мы поняли в какой-то момент, что просто мужику, конкретно этому заправщику, надо просто заблокировать возможность выбора вот этого крана заправочного, чтобы он не мог нажать кнопку, и чтобы у него не было возможности разбить заправку на две части, например, что у него заправка, он нажал этот, чтобы из этого крана подача шла топливо, и все, мы ему блокируем. То есть, вот не совсем там яркий пример дибкости, но тут возникает вот это понимание, исходя из того, что мы увидели в процессе эксплуатации системы. То же самое здесь, то же самое можно, например, обязательно думать о том, что что-то можно изменить и улучшить в процессе. К примеру, вот тот же самый, берем электронный архив, ну, как бы пример, который может быть всем ближе, ну, не знаю, это просто такая модная тема, я поэтому про это говорю. Для электронного архива там есть процедура, например, сканирования вот этих штрих-кодов в документы. Да, там есть вот эти все сканеры купили, настольные сканеры с проводами, вот они стоят, стоят недорого, вот их купили много, у каждого стоят. Но в итоге выясняется, что в процессе работы, что человеку, который отвечает за формирование бумажного архива, например, да, который бумажки потом в архив переносит, ему для того, чтобы делать этот адресное размещение документов в самих архивных полках-коробах, ему требуется с этим сканером встать и пойти. То есть, для этого есть вариантов несколько, там, да, первый вариант это терминал сбора данных, там, да, который беспроводный там работает. А есть вариант попроще и подешевле, но который вполне себе работоспособный, просто сканер, у которого Bluetooth, вот, как бы он на 10 метров, можно отходить с этим сканером от рабочего места, да, то есть, он там по Bluetooth все нормально передает. И даже если ты вышел из зоны связи, он накапливает там в буфер себе информацию, в зоне связи появился, все передал в компьютер. Вот, и получается, что вот тут, как бы, чуть-чуть дороже это стоит история там, да, но вот надо ее реализовать. Но при этом там для этого сканера беспровода надо доработать там неким образом саму систему, чтобы она вот эти разрывы связи, чтобы она не воспринимала как ошибку, а чтобы она воспринимала как паузу, да, и когда тот появился на связи, встал в базу, вот, она сразу раз и всю недостающую информацию получила в себя система. Вот, то есть, вот эти вещи надо тоже, как бы, понимать, что вот возможность улучшения изменений надо закладывать, что, возможно, что-то какое-то более лучшее решение появится, более совершенное. Теперь посмотрим, что нужно хотеть, когда мы выполняем проект, да. Ну, понятное дело, что мы должны постоянно оптимизировать свои процессы, да. Оптимизация процесса – это, ну, буквально про оптимизацию процессов сейчас расскажу отдельную байку, например, да. То есть, компания Кока-Кола, условная Финляндия, да, возьмем. Вот это реальный рассказ, вот мне прямо глаза в глаза рассказывал Кока-Кольщик из этой Финляндии. Вот, у них, Кока-Кола работает давно, у них там есть там логистика, которая выполняется доставкой вот этих товаров, вот этих вот товаров Кока-Колы, да, разводят по магазинам. Вот, они уже много-много лет там, что-то, ну, под сотню лет, ну, может, меньше, чем сотня, там, ну, 50 лет, допустим. Вот, и вот у них там вот эти процессы, они там, у них все устаканено, у них там Европа, там, да, все стабильно. Вот там у них вот эти вот мужики там ездят на этих машинах, разводят Кока-Колу, все нормально. Поставили систему, поставили им систему ERP и увидели. Они начали анализировать и смотрят, что маршрут, который там занимает, условно, там, 150 километров для машины, да, он почему-то длится двое суток. Вот, они начали смотреть, а в чем, в чем, собственно говоря, почему двое суток? Он же нормально как бы развозит, там, никаких сложностей-то нет. Дорога вроде хорошая, все нормально, вот, машина тоже хорошая. Что он двое суток-то там делает? А оказывается, что у них какой-то вот, так как они уже давно там работают, у них сложилась традиция, что на этом маршруте водитель, когда-то давно они возили там всегда этими старыми машинами, а может лошадками, вот, он где-то в середине маршрута, у него там была гостиница, в которой он останавливался, ночевал, выполнял, ну, ночью ночевал, там, машина стояла во дворе, он просыпался, садился в машину и выполнял вторую часть маршрута и приезжал. То есть, понимаете, то есть, 150 километров для машины, для современной, там, да, для настоящей, это ерунда, вот, это, ну, сколько, полдня, как говорится, в пути, вот, а вот двое суток. И вот, получается, вот они, они вычислили вот этот момент, как вычислили, потому что они из системы вот эти связи взяли, что по водителю смотрят у него командировочное удостоверение на каждую, на каждую, на каждую поездку, смотрят командировочные расходы, вдобавок ко всему. И вот, когда они вот это увидели, они это оптимизируют, то есть, понимаете, это такой выпуклый пример, вот, насколько вот оптимизацией процессов надо заниматься, что они, это к этому, они этого не касались до тех пор, пока не начали автоматизацию. Вот, 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 вот в чем штука. Вот, теперь, ну, если там, ну, ладно, там истории этих миллионов, на самом деле, можно рассказывать. Вот, дальше смотрите, что у нас еще, как, вот, по поводу выгоды, да, сама автоматизация, она может и должна приносить выгоду. Вот, и какую выгоду, ну, вот я уже сказал, да, по поводу выгоды, что, ну, сокращение издержек, да, то есть, вот, пример, который я привел про это, Coca-Cola, ну, реально выпуклый пример сокращения издержек. Потом дальше здесь, ну, то, что я сказал уже раньше, да, что механизмы должны быть интуитивно понятными для того, чтобы пользователю было легко, то есть, если это приемка товара, кнопка приемка товара, если там, если это что-то, списание товара, кнопка списания товара. И не надо, чтобы долго он лазил. Нажали кнопку, и там дальше все приходит, приходит движение в системе, она сама ему подсовывает все, что надо. Вот, дальше у нас по поводу того, что автоматизация должна лишь убирать какие-то рутинные, рутинные какие-то проблемы. Вот, да, должна убирать рутинные, рутинные задачи, то есть, там не должно быть у человека, вот, например, в примере с этим сканированием, вот этого нудного сканирования ручного, да, поставили сканер, поточный сканер, он стоит не так уж дорого, вот, поставили там программу, которая распознает эти сканы и режет их на части, и все, рутина ушла, то есть, автоматизация, автоматизация работает. Вот, дальше у нас что? У нас надо, чтобы, так как есть фишка, что люди должны иметь позитивный опыт в работе с системой, то надо добиться, чтобы в системе было минимальное количество сбоев, чтобы, ну, буквально, чтобы система как можно более, ну, чтобы в системе было меньше ошибок, как бы это банально не звучало, да, как сделать хорошую систему, сделай, чтобы она не ошибалась, да, но вот эти, вот эту стабильность, ее надо, ее надо добиваться, ее надо настраивать, потому что сбои, они совершенно, они совершенно нормальные, это совершенно естественная история с этими сбоями, да, вот, от них никуда не деться, 100% сбоев мы не исключим, но какие-то такие совершенно простые сбои, надо убирать, какие простые сбои, о чем я говорю. К примеру, стоит у вас программа 1С, да, вышло обновление, ну, и сисадмин, он, недолго думая, берет там и обновляет вам систему, бах, обновил систему, а у вас там какая-то, а очень часто при обновлениях там надо делать, выполнять какие-то технические действия, да, совершать, то есть там какие-то регистры обновлять, что-то там делать, перепроведение документов, еще именно технологические операции делать, а если у вас еще там кастомизация какая-то была, доработки, то проверять, что все эти доработки нормально встанут, да, а если у вас там еще что-то использовало, какие-то более глубинные системные, системные операции, то не дай бог там платформу обновили, а там у вас что-то, какие-то есть механизмы, которые, вернее, какие-то системы, которые пользуются сервисами самой прямо платформы. И все, и у вас что-то там полетело, пошло не так. Вот поэтому вот эти вещи, и вот стабильность вот сломалась, да. И чтобы оно было все стабильно, надо сделать бэкап, предупредить там всех, сделать какое-то тестовое обновление. Вот такие вещи. То есть вот эти вещи, надо их добиваться. Потом дальше по поводу того, что я пишу, что стремитесь к предсказуемости и повторяемости результатов. Вот о чем я говорю, что если есть какая-то сложная автоматизация, то есть какой-то вы процесс прям автоматизируете, там много ступеней, много шагов. И вы, когда тест прогнали, у вас тест вроде бы получился, все пошло. Прогнали второй раз тест, опять прошло. Хорошо. Вы его ставите на использование, в продуктив. И у пользователей возникает, ну там, например, один раз работает нормально, у второго пользователя работает, ну, как-то срабатывает не так. У третьего пользователя вообще не срабатывает. То есть получается, вот у вас предсказуемости нет. И результат, который тестовый, он не повторяется. Надо разбираться, в чем проблема. Потому что, может быть, там у людей разные, опять же, компьютеры там, что-то, у кого-то может кэш почистить, может еще что-то сделать. То есть вот эти вещи надо учитывать. Вот. Дальше у нас еще какая есть тема, что нужно обязательно создавать набор нужных отчетов для того, чтобы тот, кто контролирует процесс, чтобы у него эти отчеты не были какие-то суперсложные. Если вы видите, что какой-то отчет, вот, например, текущий отчет в Excel, какой-нибудь там километр в ширину, вот, и не видно края этого, там двигаешься по этому Excel и думаешь, елки-палки, какой большой отчет. Вот. Как же человек с ним работает? Выясняется, что человек с ним не работает, со всем отчетом. Он работает с тремя колонками. Спрашиваешь, а остальные колонки тебе зачем? Вот тебе конкретно зачем? Это не мои колонки, это других подразделений. Ну, хорошо, других подразделений. Ну, значит, для других подразделений какие-то надо делать другие отчеты, да? Получается, что для вот конкретного человека нужно сделать вот такой отчет, с данными, которыми он пользуется. Во-первых, это будет, для человека это сильно ускорит процесс обработки информации, и усвоение, и принятие решений ускорит. Вот. В-третьих, оно не даст ему лишних данных, потому что зачем нам, чтобы лишние данные, ну, чтобы кладовщик условный там, да, видел какие-нибудь данные, которые нужны для финансового отдела? Не надо этого. Вот. Ему покажите его, вот, кладовщику покажите складские остатки, номенклатуру и штуки, там, да, вот, и единицы измерения, чтобы он, вот, он за это отвечает, вот вы ему и показываете это. Другого не надо, лишняя информация. Вот. И это, во-первых, будет и контроль, и в каждый момент времени сотрудник будет понимать, что от него требуется. Вот. Ну, и вот, собственно говоря, то же самое и про прозрачность, можно сказать. Теперь, чего нам не нужно хотеть? Вот. Вот это самое интересное там, да, вот. То есть, не нужно хотеть, то есть, это не значит, что запрещено хотеть, это просто, ну, как бы не нужно этого, можно от этого уйти, да. Да. Сейчас очень много, там, много, много модных фишек, которые, там, пытаются автоматизировать. Например, сплошной электронный документооборот. Ну, наверное, неплохо, да. Но надо подумать, а зачем, зачем столько, зачем столько, вот, зачем это нужно, там, да. Вот. Какие-то документы, может быть, не нужно в электронном виде, там, усложнять эти процедуры с электронными подписями. Достаточно просто обычного, обычной пользовательской работы, да. Вот. Или, например, когда есть желание автоматизировать, там, прямо все-все-все, и, вот, и не понимаем, вот, насколько это целесообразно. В чем целесообразность, расскажу. Например, расчет налога на добычу полезных ископаемых. Ну, не всех касается, но, как бы, вот, ситуация, там, вот, приходит в голову мне, да. Вот. Эта операция делается раз в месяц, да. Там собирается вся выручка, берутся цены на мировом рынке, берутся вычеты, которые там положены, это все друг на друга умножается, и получается какая-то сумма. Вот эта сумма, она проводится одной проводкой, там, да, вот. И, вот, ради этой проводки городить огород в системе, чтобы она, вот, это делала запросы на эти порталы, и все, вот, это, тем более, там работает всегда, не всегда эти API есть, там, да, вот, автоматизация всегда какая-то сложная. И, вот, ради одной проводки городить огород, вот, чтобы получать всю эту информацию, нет смысла. Эту проводку можно, можно, вернее, эти все данные собрать в Excel гораздо быстрее, и одной проводкой занести в систему. Теперь дальше, что у нас еще, что мы здесь еще посмотрим, да, то есть вот у нас есть такая штука, что многие ищут, многие ищут быстрых, быстрых решений, да, вот сейчас я вам так чуть-чуть, чуть-чуть порисую, чуть-чуть порисую. Ну, сейчас момент. Вот, сейчас я вам порисую. Вот смотрите, у нас, значит, какая есть ситуация с этими удешевлением, с экономией на всем этом. Есть такая, ну, как бы, мем, условный мем, условный, как бы, условный, ну, как бы, ну, опыт, который вылился в такую полушутливую форму, в полушутливую диаграмму. Значит, вот у нас есть один круг, который мы назовем бесплатно, сделать что-то бесплатно, да, вот. Второй круг мы назовем, который будет называться качественным. Третий круг мы назовем, третий круг мы назовем дешево. Дешево. Вот. И четвертый круг мы назовем быстро. Ну, и вот смотрите, вот у нас какая штука получается на этом, на всем. Вот, если, например, мы говорим, самое интересное место, вот это, бесплатное, да, потому что всегда хочется что-то сделать бесплатно. И бесплатно, и быстро, бесплатно, и быстро. Ну, это у вас получится, ну, так себе решение, как правило, зачастую бесплатно и быстро, это, ну, назовем это так, ну, назовем это трэш, да, такой трэш, трэш-автоматизация будет у вас такая, да. Вот. Есть, конечно, такой здесь вариант, что у вас кто-то вам, кто-то для вас вот тут вот сделает качественно, вот тут, да, хорошо, там, да, бесплатно и качественно. Но это такая штука, которую можно назвать, если тебе это сделали, ну, это настолько небывалая какая-то вещь, что что-то там бесплатно и качественно, ну, что, ну, не знаю, легче убиться об стену, называется, чем такое получить, такой результат. Потом дальше у вас есть, есть, есть следующая опция, которая, которая тоже интересная, например, да, но она, вот эта штука, вот в этом месте, да, качественно и быстро, качественно и быстро, но вот это, как правило, дорогие решения, вот, потому что там привлекается большая команда, да, там эта большая команда, она берет, понятное дело, что тут, если, например, в нормальной жизни девять женщин не родят одного ребенка за один месяц там, да, то тут как раз такие ситуации наоборот, что за один месяц девять человек сделают то, что один человек сделает за девять, вот, и это как раз-таки история, история, которая, которая работает. Вот здесь вот, например, быстро, качественно и дешево вот это пересечение, видите, вот это место, вот это место, оно возможно, но это как бы близко к утопии, да, то есть я таких решений в своей жизни не встречал практически вообще никогда, вот, и поэтому вот такие, вот, вот, вот это решение, вот это решение, Вот эта штука, когда у нас быстро, качественно и дешево, из разряда тоже фантастики практически. Когда качественно и дешево, вот этот сектор, вот это перечисление мы возьмем, здесь тоже возможны варианты. Здесь вам его сделают, да, качественно и дешево, но это будет, как правило, долго, потому что у вас там будет, как правило, минимум команды, какие-то будут экономии на каких-то ресурсах, например, на средствах автоматизации, то есть механизмы какие-то, сервера, вот это все будет у вас тормозить процесс внедрения. Вот, и вот эта штука, вот эта штука, которая самая для всех, для нас, для нас нежелательна, вот это там, да, вот быстро и дешево, да, вот это, кстати, в массовом порядке встречается на рынке, вот это как раз-таки очень бывает, что криво автоматизация происходит. Поэтому наша с вами задача у всех там, да, понятное дело, что какой-то компромисс, какой-то компромисс, это вот как-то, вот как-то вот удержаться вот в этой вот зоне вот тут, да, и вот тут оптимизацией заниматься. Ну вот, собственно говоря, вот такую штуку я хотел вам показать, да, вот. Так, двигаемся дальше, да, надеюсь, что это было как-то, вот эта схема неким образом пробудила там кого-то, да, вот теперь дальше у нас чего не нужно хотеть еще на проекте, то, что я говорил, да, вот этих жестких и негибких решений нам хотеть, ну, не нужно, да, то есть вот что мы делаем только так и все, и вот мы как вот с упорством, достойным лучшего применения, мы двигаемся вот к какому-то результату, да, не обращая внимания на какие-то вот какие-то обстоятельства, которые заставляют нас изменить нашу, нашу, наш подход, да, то есть это неким, нам же, мы же не можем предугадать все на берегу, да, вот там что-то происходит, все равно что-то не так идет, да, и вот эта адаптация, адаптация нужна к процессу, и поэтому, поэтому нам нужно, нам нужно уходить от каких-то супер жестких и негибких решений, да, потому что, если, к примеру, система, система говорит, что вот нужно работать только так и по-другому никак, например, где это работает, к примеру, вот эти иностранные, вот эти ERP-системы, когда внедряются, да, продукты, они достаточно гибкие, это же тоже компьютерные системы, но там есть ограничивающий фактор, что там достаточно дорогая разработка, достаточно дорогие, достаточно дорогие специалисты, программисты, которые этим делом занимаются, да, и там их мало еще, вдобавок, к всему, к ним очередь стоит, поэтому это будет долго и дорого, вот, поэтому здесь у нас, здесь у нас тоже такая штука с этими жесткими решениями, так себе, так себе решение там, если оно будет жесткое, вот. Вот, и что у нас еще из интересного может быть, что, чего не нужно хотеть, это когда пытаются полностью исключить влияние человеческого фактора, ну, даже не человеческого фактора, влияние, участие человека, что ли, в процессе, вот. Вот, то есть, например, вот автоматизация, когда человеку, ну, когда безусловное какое-то решение, когда что-то безусловное, например, если выписали там расходный складской ордер, то товар должен быть выдан при любых обстоятельствах, но, а если товара нет, а если там пересортится, а если что-то еще, вот, вот эти вещи, что надо, тоже надо закладывать, то есть, вот эти моменты тоже нужно, как бы, ну, при автоматизации тоже надо их учитывать там, да. Вот, и еще, что такая важная штука, когда делают автоматизацию, думают, что автоматизация решит все проблемы, вот. Вот, а сама по себе, сам по себе компьютер, сама по себе программа, она же не работает. Вот, у нас все современные программы, все современные компьютерные программы, все современные учетные системы, они все работают не как сама по себе система, а это именно человеко-компьютерная система, то есть, это не сама по себе 1С, не сами по себе люди, а это именно вместе они работают. И когда такая хорошая автоматизация сделана, то иногда непонятно, какое это действие сделала система или это сделал человек. Потому что все происходит разумно, все происходит грамотно. Вот. Другой вопрос, что еще раз говорю. У нас нельзя при автоматизации полностью отдавать контроль машине, потому что машина без контроля доедет до первого столба. И таких еще систем на искусственном интеллекте их нету, можно сказать. И поэтому все равно контроль за системой должен быть. Но и при этом не надо забывать, что нельзя на человека, несмотря на то, что есть автоматизация, нельзя на человека все взваливать. Я очень часто вижу моменты, что люди, но они сами виноваты, эти люди, они говорят, я хочу контролировать каждую, например, включите мне процесс согласования, я хочу каждую транзакцию перед тем, как она будет проведена по регистрам, я хочу делать свой акцепт, что я согласен с этим. Но в итоге заканчивается тем, что человек сидит, вот, и его рабочий день превращается в то, что он постоянно нажимает эти галочки, согласованно, согласованно. И к нему в конце месяца я прихожу и говорю, ну, сколько ты документов вот по-настоящему посмотрел, ну, чтобы вот принять решение, что ты как бы одобряешь вот эту транзакцию. Он говорит, ну, ноль. Я просто как бы не успевал это все смотреть, потому что есть текущая работа, все. Я говорю, зачем тогда тебе вот этот процесс согласования нужен? Давай его уберем, и система будет быстрее работать. И у тебя появится время заниматься какими-то полезными вещами. А вместо этого, вместо тебя мы давай просто придумаем, как в системе, как в системе, ну, вот то, что ты проверял руками, глазами там, да, как это автоматически проверять. Потому что любая проверка, она же в чем заключается, там все, ну, особенно в системных каких-то данных, это все равно некий алгоритм, да, то есть это алгоритмизированная какая-то вещь. И можно и нужно эту вещь, эту вещь можно и нужно автоматизировать. То есть, если там есть четкий алгоритм действий, вот, что для того, чтобы тебе принять решение, тебе нужно посмотреть в одно место, потом сверить это с другим местом, увидеть, что в третьем месте появилась какая-то там, не знаю, лампочка заморгала, и после этого ты нажимаешь кнопку. Ну, если лампочка заморгала, вот, в одном месте появилась, в другом месте, это же там что-то, это же компьютер тебе показал. Значит, мы можем сказать, что компьютер, ты теперь сам смотри вот в эти места, что там все появилось, а лампочка загорелась, ты, тогда мы тебе даем специальный контроллер, подключаем, который смотрит, что на контактах этой лампочки появилось напряжение там, да, напряжение появилось, контроллер дал тоже поставил что у него галочка лампочка загорелась все у тебя акцепт автоматически прошел вот и получается что вот это вот эту вещь мы можем мы можем совершенно спокойно делать да и тут мы идут самое главное что мы говорим что мы человека не лишаем контроля вот мы говорим ты человек ты этих человек ты сам автор вот этого контроля ты этот контроль назначил и ты контролируешь что ты все равно контролируешь как у системы работает вот эта функция то есть это не значит что мы ее включили и забыли про нее нет мы человеку говорим ты все равно ты проверяешь то есть мы дам ты мы убрали чтобы ты там каждую каждую транзакцию проверял но твоя задача там например формировать какой-то специальный отчет и в этом отчете смотреть вот как на какие-то там были болевые точки мы знаем какие есть там. И вот эти болевые точки ты по этим болевым точкам смотришь. Либо там сам отчет по болевым точкам мы формируем и у человека принятие решения идет по этим болевым точкам. Вот как-то так. И уже резюмируя то, что я сказал, мы должны понимать, что когда любой проект автоматизации, любое, что бы мы ни делали с нашими программами, сама по себе программа это не система. Система это именно эта программа, это люди, которые с этим работают, это какие-то регламенты, которые влияют на работу всего нашего организма, предприятия. И к этому, когда мы вот эти моменты понимаем, что именно комплекс-то мы на это все должны смотреть, вот мы можем создавать именно эффективные, эффективные, живучие системы, мы можем создавать комфортные процессы. Потому, вот я вам еще скажу один пример, расскажу, у нас на брене есть еще время. Вот, я вам расскажу один пример еще, вот, то, что в моей практике было, когда я на стороне еще заказчика находился. Вот, очень просто работало. Очень просто работало. Я пришел, когда уже система, там у нас стояла система Oracle была, вот, я пришел на Oracle, вот, ну, ни один, но там, тем не менее, я пришел, уже там какие-то процессы были сделаны, уже все как-то работало, да. Ну, Oracle, он, у него на самом деле все внутри есть, все, что надо, вот. Но при этом человек, который до меня был, вот, ну, я в то время главным бухгалтером работал, вот, у него была такая жесткая система управления, то есть он, он говорит, у него был стиль управления такой, я начальник, ты дурак, делай, короче, короче, делай, или я тебя уволю. Вот, и там все держалось на его морально-волевых качествах. Чем закончилось? В конце концов, человек просто-напросто, у него, ну, реально, возникли проблемы со здоровьем, ну, потому что это, ну, такое постоянное напряжение, когда в постоянном напряжении ты всех там дрючишь, там, да, условно говоря, извиняюсь за мой французский. Вот, и все вокруг тебя бегают там. Вот, оно сказывается на здоровье. Человек не выдержал, и все, пришлось его вот, заменили его на меня. Вот, что я увидел в первое, там, понятное дело, что я пришел, когда там в первые там несколько дней, я, ну, не несколько дней, там же, там даже недели две-три, вот, я как бы погружался в процессы, я не понимал каких-то вещей. И там я увидел, что система реально нагибается, она перестает, там перестают какие-то, какие-то отчеты выходить, там, руководство начинает там подпрыгивать уже, там, на, постоянно там вызывает, там, спрашивает какие-то данные, и задают вопросы, почему так, раньше так было, а сейчас не так. Вот, в итоге стали выяснять, а там какие-то, какие-то вещи, за счет того, что на административных, вот, там, люди, короче, там, часть автоматизации, ее там не было, а люди просто, как бы, подгоняемые кнутом вот этого человека, они вот это дело делали руками. Вот. И, понятное дело, что когда он ушел, этих, там, кнут пропал, у них по инерции, это еще, там, продолжилась, это, как бы, псевдоавтоматизация, когда они руками там заносили, там, ну, складскую, там, логистическую информацию со склада. Вот. И, когда они постепенно, так как их стягать перестали, кнутом, они постепенно, это все сошло на нет. И автоматизация сошла на нет, понимаете? То есть, и пришлось просто буквально брать заново, сначала их просто, и мне пришлось с ними пообщаться, понять, что, что там происходит, почему это делается. Выяснилось, что там в итоге не доавтоматизировали, и за счет того, ну, а, и просто доставили людей это делать. Вот. Пригласили подрядчика, посмотрели, как, как, что можно, как, что нужно сделать, обозначили правила работы, как, как система должна работать. Там буквально, там, ну, сколько потратили, там, три дня рабочих, там, команды, да, там, правда, команда из 10 человек работала, но мы это выяснили, они это быстро, там, в течение, там, полутора недель нам запрограммировали, еще полторы недели на внедрение, и все, и мы забыли про этот участок, и все, и все стало летать, понимаете? Вот, и, то есть, к чему этот пример я привел, что, когда идет на, на морально-волевых качествах, что-то, да, морально-волевые качества руководителя проекта, морально-волевые качества собственника бизнеса, это все перестает работать в тот момент, когда ты меньше начинаешь внимания уделять процессу, поэтому, чтобы это не было, там, понятное дело, что личное участие собственника, личное участие топ-менеджмента, оно нужно, но оно нужно для того, чтобы просто контролировать процесс, да, устанавливать правила, следить за тем, чтобы эти правила соблюдались, и помощником вам, вот в этом, вот в этих контроле, что ваше правило соблюдается, является как раз-таки, вот эта система, которую вы создали, система автоматизации, ну, система автоматизации, там, вот, то есть, наша 1С, она работает определенным образом, да, она, приносит, она дает, дает информацию человеку, для принятия решения, в 1С, мы создаем правила, определенные действий для человека, цепочки документов создаем для каждого действия, и наша задача просто обеспечить, чтобы люди нажимали нужные кнопки, то есть, это гораздо проще, чем когда мы людей заставляем, какую-то, какие-то делать вещи рутинные, которые, ну, против их воли, там, да, или которые, например, если большой поток какой-то информации, большой поток документов, то человек тупо не успевает их контролировать, да, то есть, например, вот в моей практике, вот выяснилось, что человек больше, чем 200 документов в день, человек обработать не может, вот, ну, не может больше, чем 200 документов в день обработать, это, вот, Я лично проводил тайминг, я потратил на это достаточное время. Но выяснилось, что экспериментальным путем 200 документов в день. То есть при 8-часовом рабочем дне это 2,5 минуты на документ. Это казалось бы не так уж и мало, но это мало. Не то, что мало, это достаточно интенсивная работа должна быть. И для того, чтобы человек с этой работой справлялся, чтобы у него 200 документов в день получалось, там надо выстраивать другие процессы, например, что если он больше, чем 2,5 минуты тратит на документы, у него должен быть руководитель группы, которой он передал проблему, что он с этим документом справиться не может. Ну ладно, это уже мы с вами рассмотрим на следующих вебинарах. Давайте сейчас мы, наверное, посмотрим, есть ли какие-то вопросы. Есть ли какие-то вопросы? Михаил, есть у нас вопросы? Ну или задайте вопросы, да, коллеги. Вот я... Смотрите, как я, кстати, пока вопросов нету, я чуть-чуть продолжу. Кстати, меня аж слышно, да, слышно. Вот, я чуть-чуть еще скажу одну вещь. Смотрите, на следующих вебинарах, посвященных этой тематике, мы более подробно окунемся в какие-то психологические моменты, в какие-то практические моменты. И по вашему желанию, если у кого-то будет желание, мы можем сделать прям какой-то такой онлайн-разбор вашего вопроса. То есть вы какой-то вопрос можете мне задать, именно что-то у вас не получается по проекту, или что-то вы планируете только начать делать. И вот мы можем с вами разобрать вашу ситуацию, ваш кейс. Вот, то есть вот это, если это интересно, вот давайте мы на следующем вебинаре как раз-таки потратим, потратим времени на теорию минимум, а больше коснемся именно вот, больше коснемся вот таких вот каких-то кейсов, разбора кейсов, потому что, как правило, вот именно такие разборы кейсов, они даже тем, кто не решился свой кейс предъявить общественности, вот, они все равно становятся такими достаточно поучительными, да, вот, и там какие-то вещи оттуда тоже можно вытащить для, ну, может быть, даже не совсем применительно к вам какой-то кейс будет, да, работать. Вот как-то так. На этом, коллеги, у меня... Следующий вебинар будет 22-го числа. Это следующий четверг, да? Я правильно, Миша, я правильно, да? Следующий четверг, 22-го числа. Да, следующий четверг. Да, коллеги, добрый день, 22-го, да, следующий четверг. Да, следующий четверг. Еще пока что информацию, к сожалению, не разместили, но она появится в ближайшее время, то есть сегодня, завтра уже все будет. Да. И я вам обещаю, вот, я вам обещаю, что будет так же интересно, как сегодня, если сегодня было интересно, а я постараюсь сделать, чтобы было еще интереснее, вот, потому что когда такой кейс разбираем, всегда это еще интереснее. Вот, а когда мы разговариваем про психологические аспекты, это просто сверхинтерес. Поэтому думаю, что нам надо собраться в следующий четверг. Вот, приглашайте еще, кого считаете нужно пригласить. Вот, мы с вами отлично пообщаемся, отлично проведем время. И самое главное не то, что мы просто провели время отлично и разошлись. Оно с пользой будет проведено. То есть, оно в первую очередь для вас будет большая польза, я считаю. Потому что я могу сказать без лишней скромности, без малого 30 лет я уже, как вы, больше уже в бизнесе и уже отовсюду прошел. Все этапы на всех местах и по многу раз. Поэтому можете мне задавать все, что угодно, любые вопросы разберем. Поэтому готовьте кейсы свои, приглашайте, кого считаете нужным, будет интересно. Так, на этой мажорной ноте я думаю, что нам уже надо скручиваться там, да? Или 3 минуты у нас еще есть? 3 минуты еще есть, коллеги. Если есть... Да, я уже сказал 22 числа будет следующий. 22 августа. То есть, это следующая неделя. Так, интересно, да. Ну, да, стараюсь захватить ваше внимание. Вот. Ну, если это получилось, то прекрасно. Тогда что, коллеги, давайте тогда на это, если вопросов сейчас нету, вы их приготовьте до следующей недели. Там неделя времени у вас есть. Вот. И потом, если на следующей неделе будет какой-то интерес к тому, что мы делаем, вот к тому, что я делаю в этом направлении, сделаем еще через неделю там. Ну, там или посмотрим по графику, да? У нас там, у нас, потому что есть определенный график тоже. Вот. Ну, будем встраиваться в график тогда. И если это будет совсем интересная тема, ну, мы можем сделать регулярные встречи, вот, по каким-то таким разборам, разборам кейсов проекта, да? Вот. И это, я считаю, что это будет полезно для всех. И будет полезно для нас, и будет полезно для вас, для заказчиков. Так что приходите, приходите, готовьте вопросы, будем работать. Спасибо.